Меня это возмущает. Куда-то же эти бюллетени идут. Ну, царство небесное, очень плохая ситуация. Соболезнования на избирательном участке сегодня принимает Любовь Ефимовна по своим соседям. Звучат они от председателя участковой избирательной комиссии на Калинина. Женщина туда пришла отдать голос за будущего президента страны, а при выдаче бюллетеня в ведомостях увидела имена своих соседей, которых нет в живых 30 с лишним лет. Я увидела на своем листе, что там есть мертвые души, которые уже лет 30-40 умерли, а они в списках есть. Меня это возмущает. Я живу в этом доме из 1969 года. Я их всех знала лично. И лично участвовала в похоронах. Я хотела исправить, что умер. Или умерла. Мне говорят, нет, вы испортите ведомость. Вот такие дела. Но это ни один год и ни одни голосования. Такое нарушение пенсионерка фиксирует не единожды. На прошлых президентских выборах рассказывает, было то же самое. С тех пор, говорит, на голосование ходит специально, чтобы посмотреть, сколько еще мертвых душ числится в списках. Свои жалобы она пыталась донести и наблюдателям, и председателям участка. Но в ответ ее попросили показать официальные документы, что ее соседей нет в живых. Свидетельство о смерти. Мы можем зафиксировать только и запрос сделать. Куда запрос будете делать? Никуда. В территориальную комиссию. И там уже с паспортного стола, если действительно эти люди убыли. И они будут исключены из списков. Извинения не приносят? Отклинились, что ли? А здесь, на Волочаевской, людям принесли извинения, правда, уже в виде объявления на дверях. О том, что 301-й избирательный участок в детском образовательном центре закрыт. Его разместили по другим адресам. А вот местных жителей предупредить об этом заранее, видимо, не успели. А куда идти? Или в универс, или в 36-ю школу? Универс я знаю где. 36-ю не знаю. Но сопочный найти можно. Ну, взяли бы, написали, что дома такие, 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 ты голосует, там 302-й участок. Но если до сопочной нет, у меня нога болит, уже сюда и возвращаться не буду. Столкнулись с нарушениями жители Симофорной. Тех избирателей, которые проживают там более 30 лет, каждые выборы ходят голосовать на один и тот же, уже привычный избирательный участок, сегодня вдруг в списках не оказалось. Каждый раз хожу голосовать. Сейчас пришла меня в списке нет. Я, значит, меня отправили, ну, рядышком там, она записала дополнительный список, а секретарь говорит, ну, наверное, техника ошиблась. Я говорю, ну, я 37 лет живу по одному тому же адресу, и меня не оказалось в списке. В сеть уже попало огромное количество записей со смартфонов наблюдателей, которые уверяют, что сумели запечатлеть фальсификации. Так, в Сосновоборске, например, увидели, как людей организованно на автобусе подвозят к избирательному участку. Жалобы в интернете есть и от работников бюджетной сферы. Мол, после голосования они должны отчитаться о том, что поставили галочку. И принести, например, вот такой флайер с избирательного участка в качестве подтверждения. Я работаю в бюджетной организации в детском саду. Нам в приказном порядке сказали отзваниваться, когда на выборы сходим. А еще в обязательном порядке мы должны проголосовать за выбор сквера в Ленинском районе. За это дадут благодарственное письмо, и это письмо я должна отдать заведующий в понедельник. Почему меня принуждают делать то, что по закону является добровольным? Десяток жалоб появилось на сайте «Карта нарушений» о том, что видеокамеры на участках расположены так, что урн для голосования не видно. Это улицы Металлургов, Вавилова, Юности, Матросова. И это только в Красноярске. Тень на честность голосования бросают избирательные участки в Якутии и Махачкале. Там камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина наполняет куибы какими-то листовками. А вот это фото из Южно-Сахалинска. Местные жители пишут, что на только что открывшийся участок запустили первого избирателя. Но в урнах в это время уже лежат пачки бюллетеней. Переплюнули всех в Германии. Немецкая газета «Бильд» уже поздравила Владимира Путина с очередной победой на выборах. Причем статья выпущена вчерашним числом до начала голосования. «Бильд» поздравляет Владимира Путина с победой на выборах. Походу, немцы уже кивнули еще вчера перед телевизором. Виктория Столярова, Сергей Малафеев и Александр Тропин. Новости ТВК.